Девчонки, всем привет! Некоторые подписчики меня спрашивают, что я покупаю из-за еды. И так как у меня сегодня была крупная покупка, я, скорее всего, если буду что-то брать в одном магазине, буду снимать отдельные коротенькие видеоролики. В этот раз я ходила в ленту. Сумма чек у меня 3000, и сейчас я вам буду показывать, что же я там купила себе. Там не только у меня еда, очень много в ленте всего. И, как правило, после Нового года бывают распродажи новогодних именно товаров, каких-то елочных игрушек, свечей. И я в этот раз взяла вот такую вот наклейку для лица. Их здесь две штуки. На эту часть лица, на эту. И вот такая вот черная наклейка. Я не знаю еще пока, куда я все это буду делать. Стоит она всего лишь 10 рублей. Можете себе представить, я стоила она то ли 199 рублей, то ли вообще 270 рублей. Ну, скорее всего, либо на какую-то вечеринку, либо на съемку я себе сделаю что-то красивое такое на лице. Может быть, праздник какой-то будет. Не знаю, придумаю. Если бы я знала, что она столько стоит, но мне уже лень была возвращаться обратно. Я бы себе еще таких пару штучек взяла. Ну, люблю я. Взяла также себе киндер-сюрприз. Это целая упаковка, где, ну, все виды киндера, какие только могут быть, с посланием для Деда Мороза. Вот здесь вот перечень. И со скидками они были там 50%. По-моему, 169 рублей вот такая вот коробочка стоила. Да, я вам буду озвучивать цены. Вот тем мне и нравится лента, что там ни с какими другими магазинами несравнимые скидки бывают. Там красные ценники, и цены иногда достигают вплоть до 70%. За это я люблю, обожаю этот магазин. Плюс еще ко всему там есть какие-то там сезонные акции, ежедневные там акции, когда, например, 22 декабря скидка 40% на сырый. Очень много всего. Поэтому предпочитаю, конечно же, там, если я что-то покупаю, не каждодневно, потому что я сейчас не живу в районе Ленты. Мне, например, сегодня пришлось туда доехать. Я специально приехала именно в Ленту для того, чтобы закупиться. Ну, не специально, то есть я к подружке ездила и заодно решила туда заехать по старой доброй памяти. Взяла такой вот кофе итальянское для кофемашины. Буду пробовать. 379 рублей стоит. У меня на цену, у меня визуальная память очень хорошая, на цену особенно, поэтому я, в принципе, все запоминаю. Вот это вот в районе, это пшеничная каша, и мне понравился состав. Здесь пшеничные хлопья, быстрые варки, да, 0 минут варки. Хотя, говорят, вредная вот такая вот еда. Да, именно если брать нужно овсянку, то геркулес, который требуется варить там 40 минут, она сохраняет в себе там все полезные свойства. А то, что вот обработано каким-то там, подскажите, возможно, кто-то из вас придерживается правильного питания, эту тему для себя исследовал. Потому что, знаете, вот я как-то тогда проходила антипаразитарку и попробовала посидеть, ну не попробовала, я вынуждена была сидеть на правильном питании, там исключались продукты животного происхождения. И, знаете, очень сложно вот именно свой график. То есть, те люди, которые сидят на ПП, они уже настолько привыкли к этому, они вот все знают, и у них уже каждый их поход в магазин, он подстроен, уже настроен, такой вот настройка есть. Вот, а так как ты привыкла есть обычные, поэтому каждый раз, когда ты идешь, ну то есть, вот чтобы придерживаться правильного питания, ну вот неправильно даже веганского питания, это вот нужно сильно постараться, то есть, это должен быть определенный образ жизни. И ты идешь в магазин, и уже у тебя заточен твой мозг именно вот на те продукты, которые тебе можно. Из цельного зерна, без добавления соли и сахара, здесь только пшенка и кусочки тыквы. Я каши захотела прям, каша еще вот такая вот, это овсянка тоже, не нужно ее варить, там залить горячей водой с вишней и яблоком. Кусочки вишни там есть, которые в рисовой муке и яблоком. Попробую, я прям так заинтересовалась. Гришка, у меня нету здесь ничего. Я здесь, ладно, не будем поддаваться подробностей. Еще взяла, очень удобно варить в пакетиках крупу, ячневую. Иногда хочется. Макароны хорошие, наверное, итальянского производства. Хотя иногда написано, что Италия, а на самом деле изготовитель, макаронная фабрика Америя, юридический адрес России. Вот, но на оборудовании фирмы какой-то там Швейцария. Они такие вот по ствердых сортов пшеницы, неплохо. Выглядит 150 рублей они стоят. Каша где-то в районе 50 рублей. И вот эта ячневая, она вообще рубля, наверное, 40, по-моему. Вот такие вот батончики по 19 рублей. На всякий случай, в качестве перекуса, обязательно у меня должно быть что-то в сумке. Сладенькое, вкусненькое. И на всякий случай, если вдруг меня застанет где-нибудь в непредвиденном месте голод. Вот, какие-то они разные. Это мед и лимон. И с орехом и медом. Где-то там еще есть у меня с клубникой. Там в составе различного рода есть злаки. Это рожь, пшеница, ячмень, кукуруза, овес. То есть 5 злаков получается. И еще и состав такой достаточно неплохой. Прочитала как-то, что очень полезный именно рис пропарен. Я почему-то все время думала, что обработанный парен. Паром рис, он как-то, все вещества там уже вышли полезные. А нет. Оказывается, он намного полезнее, чем обычный и длиннозернистый рис. И краснодарский. Ну, на этом и не все. У меня есть еще вторая сумка. Взяла себе помидоры. Люблю черри. В основном беру черри зимой. Потому что среди обычных помидор нет вкусных. Пусть их везут из Марокко, чем-то обрабатывают. Но, по крайней мере, они имеют вкус помидора. В отличие, опять же, от наших российских, которые также выращивают в теплицах. Но у них ни запаха, нет ни вкуса помидор. Разные брала. Если кто знает, посоветуйте, порекомендуйте. Может быть, какого-то именно производителя. Я же не всех перепробовала. Может быть, у нас где-то в Саратове есть. И можно будет. Обожаю свечки. Прям очень-очень люблю свечи. Их у меня много. И они не переводятся. В ленте свечка вот такая вот стоила 49 рублей. До Нового года она стоила 199 рублей. Вот такие вот я свечки купила. Но они немножко там вылетели из гнезд. Это свечи новогодние. Как вы видите, здесь снежинки. Парные они. И стоили всего лишь 10 рублей. Можете себе представить. Я взяла две таких вот упаковочки. Вот белочка я взяла. Такие белочки. Что-то я пожалела, что еще не взяла. Я свечу в последнее время жгу постоянно. И вторая же упаковка этих же самых белочек. Классные. Затарилась свечами авокадо 2 штуки по 59 рублей. Французский багет 9 рублей. Капитону корм с уткой и цыпленком по 21 рублю. Фамильные колбасы. Это австрийская какая-то. Со свининой и с куриной грудкой. Но присутствует усилитель вкуса. Я вот почему-то надеялась на то, что фамильные колбасы без усилителя вкуса производят колбасу. Нет. Сейчас обращайте внимание на состав. Многие производители, которые раньше не добавляли усилитель вкуса, сейчас добавляют. Фамильных раньше не видела, не замечала. Но сейчас усилитель есть. Вот такая вот шоколадка, которая стоила 279 рублей. Я взяла всего лишь за 100 рублей. Это вкусный очень шоколад. И черный, там по-моему темный, с лесными орешками. За 99 рублей. Пачку молока, чтобы делать кашу. Мне сказал стоматолог, у которого я была, что сейчас нету молока настоящего. То, что вы покупаете в пакетах магазинные, это обрат. Я взяла отборное, там от 3,4% до 6%. Вот. Но чуть-чуть получше, чем обрат. И она сказала, что лучше вообще не брать ни кефир, ни ряженку, кроме детского питания. Потому что там более строгие требования к производству детской продукции, именно для новорожденных. Поэтому предпочитать лучше ее. А так, в остальные. Ну, допустим, кефир, ряженка, которые для взрослых, там на основе растительных масел, как правило, их делают. Не знаю, насколько это верно. Если кто-то из вас тоже работает, либо у вас есть знакомые на заводах молочных, скажите, потому что сейчас не держат фермеры в таком количестве коров, чтобы в таком количестве производить кисломолочные продукты. Вот. Ну, я знаю просто, что фермеров сейчас нету. Апельсиновый сок мой любимый. Лимончик. Люблю черный чай. Иногда нападает черный чай с лимоном. Еще Капитону корм с кроликом в соусе жидкий. Потом апельсины. Три штучки. Кавказский сыр. Я здесь уже буду раскладываться сзади себя. Кавказский сыр. И написано, что с обратной стороны можно прочитать производителя. С обратной стороны этикетки. Это как вот сделать. То есть, должна быть понятная для покупателя информация вся, где произведен состав. На благо здесь состав указан. А вот именно изготовленный, упакованный годин. Нет, не должно. Сейчас, подождите, муж. Я ошибаюсь. А изготовитель Брянск. Брянская область. А сыр Кавказский. Я почему-то думала, что он где-то там на Кавказе производится. Люблю оливки. Это не самые лучшие оливки, какие есть. Они, по-моему, по 49, что ли, или по 50 рублей. Масло. Ещё, знаете, сохранилось качественное масло. И обычно я стараюсь брать именно, как его, белорусское масло. Оно вкусное. И там ещё сельское хозяйство сохранено. Придётся мне на руки взять. Так, кокосовое молоко. Добавляю его себе в каше. Хайнс грибной. Какой-то новый вкус. Для греческого салата с рассольный сыр. Майонез. Слобода тоже у них очень хороший состав. Там ничего лишнего, кроме подсолнечного масла, вода, сахар, личный желток, соль, уксус, горчичное масло. Всё самое натуральное. Красная икра. Кумато. Это самые вкусные помидорки. Если выбирать, то, конечно, лучше брать кумато. Они такие чёрненькие помидорки. Производство морокко. Греческий йогурт, который я добавляю иногда в греческий салат. Либо с майонезом ли делают. То есть я люблю разнообразие. Могу вообще там набодяжить туда и оливковое масло, и майонез. Вот. Так что, ну, не экспериментирую по-разному. Соусы люблю разный. Помидорку на всякий случай, может быть, щи себе сварю как-нибудь. Две луковицы взяла. Вообще хорошего лука не было в магазине. И ещё взяла себе сыр. Не знаю только для чего. Потому что, в принципе, я не планирую ни пиццу делать, ни лазанью. Я не знаю, можно ли его замораживать. Потому что, если я его вскрою, он мне долго не пролежит. Для лазаньи, пасты, горячих бутербродов и пицца. И состав у него вообще отличнейший. Где он произведён? Сейчас мы с вами посмотрим. Беларусь тоже импортер и организация, принимающая претензии. А изготовитель России, Московская область. Но состав мне понравился, потому что здесь моцарелла, сыр, кальято и чеддер. Так, 200 с чем-то рублей строила. Вот эта баночка. Ну и всё, на этом у меня покупки закончились. С ленты стоимость покупок составила 2. Ладно, вам придётся верить мне на слово. Если вас что-то конкретное именно интересует, то пишите в комментариях. Я вам отвечу по сумме, пока помню. Постараюсь смонтировать это видео, хотя не знаю, кому это нужно. Но всё то, что я купила, у меня вышло где-то на 3000 рублей. С небольшим хвостиком, с небольшим до 100 рублей. Который там, по-моему, 3042 рубля. Вот. Ну вот и всё. Если вам понравилось это видео, если вы хотите видеть такие видеоролики на моём канале, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Всем пока-пока.